Какие проблемы существуют на селе и как обеспечить округ своей сельхозпродукцией? На эту тему дискутировали участники предварительного голосования партии «Единой России», один из которых станет кандидатом в депутаты Государственной Думы. Своё видение развития региона участники представили на первых дебатах, которые состоялись в Тельвиске. Строительство дороги на Ринмар-Усинск как главной транспортной артерии региона. Эту задачу Виктор Кмит считает приоритетной для депутата Государственной Думы от Нинецкого округа. Трасса позволит в том числе и развитию сельского хозяйства. Меня беспокоит лично рыбодобыча. У нас получилось так, что на Печоре определилась определенная такая монополия одной организации. Это первая проблема. И вторая проблема в том, что у нас не хватает машинстей по переработке. Вот первым законом, который я бы взялся сделать в Госдуме, если мне доверят, это, конечно, как-то урегулировать эти вопросы по рыбодобыче и рыбопереработке. Подъем сельского хозяйства считает первостепенной задачей и Анатолий Курленко. Опытный предприниматель на себе испытал все особенности ведения бизнеса в северных условиях, а потому предлагает поддерживать окружных фермеров преимущественно федеральными субсидиями. Только тогда можно будет говорить о масштабах фермерского животноводства и наполнении окружного рынка местной продукцией. Жители, которые проживают на своей территории, они должны потреблять также свои продукты, которые выращены в условиях Крайнего Севера. То есть это способствует и долгожитию, и вообще для здоровья полезно. Матвей Чупров видит проблему окружного сельского хозяйства в недостаточной поддержке оленеводов, в частности, относящихся к коме-ижемцам. Также, по мнению депутата Архангельского областного собрания, необходимо обновить законодательную базу, регулирующую жизнь на Крайнем Севере. Это поможет улучшить благосостояние жителей округа. В этом вопросе с ним соглашается Екатерина Бурдикова. Председатель общественной палаты Ненецкого округа ставит перед депутатом Госдумы от Ненецкого округа несколько задач. Считаю необходимым повысить важность внимания проблемам сельского хозяйства в Ненецком автономном округе. И для этого обеспечить благоприятную социальную сферу, создать рабочие места, развивать инфраструктуру, в том числе дороги и авоперевозки. Сергей Коткин считает, сначала необходимо принять комплексную программу развития Арктической зоны России. Она позволит охватить все сферы жизнедеятельности региона. Чтобы отстоять свою позицию и защитить интересы Ненецкого округа на федеральном уровне, необходимо уметь отвечать на вопросы и владеть ситуацией. Именно для этих целей каждый участник праймерис должен принять участие не менее в двух дебатах. Чтобы каждый кандидат показал, как он может отвечать на вопросы, как он может держать удары, даже самое элементарное, от своих коллег, от одиноросов. Потому что если даже на дебатах он не способен дебатировать, аргументированно отвечать на вопросы, маловероятно, что он что-то может решить и в Государственной Думе. Поэтому для этого мы и проводим, чтобы жители округа увидели воочию, что представляет из себя каждый кандидат. В ближайшее время выслушать мнение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы смогут жители посёлков Красное и Искателей.